здравствуйте друзья всех приветствую на канале сегодня у меня очередная модель от компании joyride я на прошлом выпуске вам показывал тоже aston martin dbs но здесь у меня моделька aston martin db5 классика настоящая классика жанра автомобиль который мы все часто видели в кино в бандиане не в одном даже не в одной даже части во многих вот такой действительно киногерой и эта модель действительно мне всегда очень нравилась даже несмотря на то что она снялась в кино но вот сама по себе она мне тоже очень всегда нравилось и живя здесь в англии конечно я их вижу и вижу довольно но скажем так часто особенно когда я еще на всякий автошоу на в англии очень сильно любят эту модель и за последние наверное лет 15 10-15 лет цены на них просто взлетели в космос и хорошие экземпляры ну скажем так достойный стоит стоит больше 300 400 полумиллиона тысяч фунтов и это действительно некоторые даже видел до 700 тысяч доходят кто-то говорил уже что даже миллион уже переваливают даже за миллион ну вот это конечно уже полная фантастика я должно это 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 нормально скажем так и с этим то есть в это я верю с этим в принципе нам дальше жить друзьям но давайте довольствоваться тем что есть у меня модель которая как я уже сказал киногерой это компания joyride и это одна из компаний которая их много знаете когда начал смотреть то есть и начал перебирать в памяти то есть у меня сразу возникла там да и вот я видел авто арты авто арту у меня был потом вдруг и солида делает значит и joyride значит кто еще и тут я начал вспоминать потом вспомнил я видел еще out world есть такая компания тоже делают вот но всего несколько компаний делают а кстати в 24 масштабе делать компания данбери минт и там просто фантастическая модель в том плане что там все то же самое вот все фишечки автомобиля киношного реализованы и это все еще до четвертом масштабе и там действительно отличное качество так друзья ну что давайте рассмотрим данную модельку она попалась ко мне в рамках одного лота я купил цена за которую я заплатил за меня стояла 22 фунта друзья это вообще ничего то есть мне удалось очень выгодно купить один лот и цена на эту модель стала 22 фунта друзья это просто скажем так ну наверное даром это наверное вот просто слово даром давайте посмотрим все фишечки особенностей здесь очень очень немало вот моделька довольно тяжелая такая увесистая выглядит довольно неплохо из косячков сразу скажу вот это зеркало подклеенное причем довольно не аккуратно но скажем так его просто тут разлили клей а в целом она в принципе сидит ровно но четко но к сожалению да вот тут кто-то очень неумело пытался склеить и пробил клей в остальном же все здесь очень очень достойно давайте знаете с передней части начнем самая такая вот моя любимая фишка да это вот сменные номера которые вот таким образом вращаются здесь получается такой вот треугольник который вот мы прокручиваем и номера все время вращаются так есть еще вот эти клыки которые тоже у нас убираются я не помню кстати что в них было но определенно то что то происходило из с этими клыками для чего-то они в кино нужны были я не могу честно вспомнить пытался так вот эта фишка у нас тоже открывается здесь у нас пулеметные автоматы точнее вот такие выдвигаются и прям вот стволы отсюда видны ну вот пострелять тоже типа можно но очень аккуратно все это замаскировано вот вот этот клычок не очень хорошо сидит он такой вот что-то вываливается все время ну ладно оставим так номера я вам показал вот моя любимая фишка давайте вернем на белый мне нравится с когда он с этим с белым номером это помню церна швейцария именно вот их номера 6789 так ну что глянем под капот а потом пойдем дальше капот у нас здесь открывается против хода открывался во всяком случае давай давай ешьте открывал сегодня чудо прям вот мои палки уже не хватает что-то не начало происходить или я ее подмял вот так ну что смотрим такой вот у нас под капот в принципе не автоарт простенько но опять же информативно и все можно увидеть понять разобрать я что нормально то есть как бы для такой модельки кстати стоит она новый порядка 80 фунтов тоже не автоарт который стоит за сотку а версии с вот этими всеми бондовскими фишками и того дороже так что в принципе нормальная цена еще посмотрим вот здесь на передних колесах вот этой фишки нет она у нас здесь на задних колесах вот помните в кино да когда вот это вот гайка выдвигалась но и стала стала так вот звездочкой становилась такое вращалась и собственно резала колеса для параллельных моделей которые у автомобиля которые шли рядом по походу ну такая вот злое такое оружие скажем действительно все она вот здесь крепится и остается в общем принципе незаметны так сверху у нас есть вот такое вот окошко до съемная часть получается крыша которая открывается вот этот элемент он никак не закрепляется просто входит даже пазов нет как таковых просто рамка он сюда становится и все его друзья чуть действительно удивился здесь меня я вчера лазил смотрел мне понравилось кстати то что здесь флок везде на полу вот то что ничего не хватало модели aston martin dbs которые вам показывал раньше тоже вот бондовской вот прям флока и ну очень не хватало а вот в этой модели они его сделали так ну и здесь фишка вот это кресло вот она у нас типа даже вот так вот может да здесь пружинка стоит и она ну типа такой вот катапульта все закрылось стало нормально прикольно вот прикольная фишка мне тоже очень понравилось посмотрим салончик там у нас есть радар вот такой вот по центру возле кпп ну да серый флок очень идет прям вот нормально его бы еще конечно моделька видимо стояла пыли тут собралась много и как пытался вчера в это все дело за почистить но к сожалению прям вот но тяжело с этим вот справляться так ладно пока оставлю эту вещь пусть будет мне так проще давайте посмотрим заднюю часть задней части тоже у нас есть вот эти клыки которые по-моему то не масло здесь проливали насколько я помню отсюда вот она прям вот маслом вся выходила масло и там по фильму в общем кто-то от этого становилось плохо так багажник тоже покажу вам и да эта фишка но точно так же как и спереди здесь меняются номера и оставил свои любимые белые но вот они точно так же треугольником меняются и становится любая любой из вам понравившись и номером можно оставить так крышка багажника вот такая большая с навесной штукой вчера держалась мне держится там тоже флок у нас внизу вот и есть еще вот такая фишка 2 ступлю рок и вот против пуль такая вот выскакивает у нас такой как бы щит мы тоже вот такая вот фишечка интересная да прикольно можно его забыл засунуть обратно там пружинка он держится довольно просто так друзья еще что хотел вам показать смотрела недавно другие модели которые тоже есть и попалась по моему компания авто world и вот у них вот примерно та же самая оптика но вот здесь мне кажется кто-то накосячил потому что это идет не совсем правильно красный должен быть сверху посередине оранжевый и вот этот хромированная часть должна идти внизу и вот здесь они мне кажется перепутанным что-то здесь открывается но может быть они специально таким образом сделаны ну типа да может быть тут тоже пулеметы ну да вот тоже открывается тяжело выходит ну да открываться может ну да и здесь та же самая история может быть и специально сделаны ну да скорее всего что там тоже пулеметики такие выстроены ладно давайте поехали дальше здесь я вам уже показывал вот эта звездочка которая вращается да все понятно то же самое так вот эта сторона руль справа естественно классика английская там у нас мониторчик такой вот аля радар руль в общем все классно и есть еще одна маленькая такая фишка вот здесь дверной карте помните там был телефон у него вот здесь прям я телефона не вижу а вы знаете в 24 масштабе у данбур и минт вот этот телефон действительно был там прям была ручка здесь он просто вот такой открывается но внутри я ничего не вижу давайте подсвечу попробую нет 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 я здесь ничего не вижу просто такой вот условно 0 он там есть так друзья еще раз с подсветкой покажу все тоже говорю пыльная была вот ну так вытирал конечно так не дотернул можно еще подтереть его вот так в целом астон мартин довольно неплох вы знаете очень не вот даже такая модель у меня как-то попадалась моделька от автоарта и вы знаете я честно не был особо в восторге от нее а вот эта модель мне прям вот действительно заходит нравится все эти фишечки еще раз к вам понравившиеся открывать потрогать покрутить ну тут конкретный функционал поэтому она мне вот наверное больше и нравится вот что я забыл я забыл что я покажу вам ее сбоку так вот смотрим по низу какая она немножко лучше днище чем у dbs но в то же время то тоже все просто по большому счету надпись joyride есть мы один чайна и понятия не имею почему не написали здесь 2004 год а сан-мартин лагонда а сан-мартин лагонда это конкретно другая модель это же модель db5 и даже здесь у них надпись правильно db5 вот здесь на на сером довольно плохо видно но опять же ну вот здесь есть не знаю чем косяк но это явный косяк как бы тут тут это никакая не может быть она лагонды не знаю почему точнее знаю почему она не может быть просто другая модель вот и на этом в принципе да ну что друзья в общем такой вот действительно неплохой на мой взгляд аппарат попался за 22 фунта я считаю это просто феноменальное везение подарок и все в этом роде то есть это классная модель к культовая модель к опять же киногерои в общем и кому не покажи ну вот всем понравится вот да потому что кино видели все помнят все не вот такими вот фишками ну приятно кого-то удивить кто принципе даже далек от темы автомобильного масштабных можно собирать все масштабных моделей и конкретно будет приятно удивлены это я вам гарантирую друзья собственно на этом все спасибо что посмотрели этот обзор впереди у меня еще есть несколько там у меня всегда будут интересные обзоры поэтому вас ждет еще завершение лота и еще несколько интересных моделей вот а дальнейшем я показал покажу вам то что конечно делает любую коллекцию богаче друзья на этом собственно все прощаюсь с вами только до следующего обзора всего вам желаю удачи будьте здоровы пока